В Бразилии день сейчас в самом разгаре, четвертый час. Заявление по итогам сессии Международного Олимпийского комитета продолжает поступать. Одной из них, находящийся в Рио-де-Жанейро, Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России, сделал, отвечая на вопрос съемочной группы Первого канала. Сессия МОК в целом практически единогласно, при одном против, поддержала решение исполкома, которое заключается в том, что чистые российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх в Рио. Потому что, знаете, еще накануне разные министры подписывали петиции, и ВАДА тоже требовал отстранения в целом российской команды. Очень сильное давление оказывалось на Международный Олимпийский комитет, политическое давление. Но Международный Олимпийский комитет не отказался от своего решения, настоял на том, что не должно быть коллективной ответственности спортсменов. Тех, кто виноват в употреблении допинга, должны быть наказаны, а чистые спортсмены должны участвовать в Олимпиаде. Я думаю, что это самое главное решение, которое было принято. Ну а второе решение, это, по сути, реформа международной антидопинговой системы. Здесь многие очень критично выступали в отношении Всемирного антидопингового агентства. И общее мнение такое, что система нуждается в серьезном совершенствовании. Этого будет посвящена, видимо, отдельная сессия Международного Олимпийского комитета. Вы общались наверняка в куар, да, своими коллегами. Вот что они говорят не на камеру, да, а в этом личном общении. Поддерживают Россию или для обороны поддерживают? Вы знаете, я сегодня ни одного выступления против России не услышал. Безусловно, все коллеги в МОКе выступают с поддержкой России, чистых российских спортсменов. Того, что Россия обязательно должна быть представлена на Олимпиаде. Без России эти Олимпийские игры теряют огромную долю интереса. Продолжение следует...